Мы продолжаем говорить о королевстве Кастилии в первой половине XIV века и переходим к разговору про взрослый период жизни короля Альфонса XI, про его основные преобразования королевства и военные достижения. Первое, с чем столкнулся король, с необходимостью обосновать, заново утверждать свою власть, обосновать право королевской власти, не как абсолютной, конечно, но как верховной власти королевства, добиться и утвердить свою независимость от магнатов, от высших церковных иерархов, и, кстати, от Эрмандада, от городов, и с целью, собственно, дать идеологическое, как сейчас бы сказали, идеологическое обоснование королевской власти, Альфонсу XI был предпринят ряд мер, среди которых, прежде всего, надо назвать составление так называемой книги коронаций, миниатюру из которой вы видите на слайде. Это первый в истории Кастилии коронационный чин, то есть описание того, как следует проводить коронацию буквально шаг за шагом, слово за слово, да, соответственно, после того, как чин был разработан и была проведена соответствующая подготовка, в 1332 году последовала сама коронация. Великая хроника Альфонса XI, которую я упоминал в прошлом эпизоде, посвящает описанию этого события большую главу, и там хронист совершенно не жалея эпитетов цветастых, рассказывает о том, как уже в соборе, где проходит, в соборе Толедо, где проходит, собственно говоря, служба коронационная, король вместе с королевой стоят перед алтарем, митрополит Толедо помазывает короля по правому плечу, освященным Елерием, читает нужные молитвы как над ним с супругой, так и над коронами, лежащими в алтаре, и вот дальше есть одно разночтение. В коронационном чине, согласно коронационному чину, вот книге коронаций, дальше митрополит должен взять короны и возложить сначала корону на голову короля, а потом на голову королевы. Что происходит, что описывается в хронике? Когда митрополит и сослужащие ему, епископы заканчивают произносить нужные молитвы, они садятся на свои места, и только когда замечает хронист, алтарь был освобожден от духовенства, от пилатов, король встает, подходит к алтарю, берет корону и возлагает ее себе на голову, а следующую на голову своей жене. То есть перед нами акт автокоронации, не уникальный акт, да, аналоги есть, скажем, в Арагоне, об этом есть соответствующее исследование, не уникальный, но очень важный и символически важный, да, Альфонсо XI показывает, что он своей властью обязан напрямую только Богу и никому из людей. Помимо разработки коронационного чина, Альфонсо XI проводит довольно серьезное преобразование в сфере историографии. На смену принятой при дворе Альфонсо X и его прадеда модели всемирной истории, в которую вписывается история Испании, приходит жанр так называемых королевских хроник. Альфонсо XI заказывает своему канцлеру Фернану Санчесу де Вальедали подготовку цикла хроник. Значит, первая хроника в цикле должна повествовать о правлении прадеда нынешнего монарха, то есть хроника Альфонсо X. Следующая, как несложно догадаться, хроника Санчеса IV. Дальше хроника Фернанда IV. Видите, выстраивается последовательность, подтверждающая лишний раз легитимность Альфонсо XI на престоле. И, наконец, венцом этого, финалом этого становится создание сначала хроники Альфонсо XI, потом великой хроники Альфонсо XI, и параллельно поэмы про Альфонсо XI. Тексты, которые, с одной стороны, вроде бы описывают события его правления, с другой стороны, призваны легитимировать этого короля на троне, утвердить его правоту на трон, сделать ее бесспорной в глазах, прежде всего, высшей знати королевства, как светской, так и духовной, а также в глазах окружающих монархов. Соответственно, помимо этого, что можно выделить? Реформа военной службы, проведенная и закрепленная в уложениях Кортаса в Бургасе в 1338 году, где заново было прописано, какая категория воинов, сколько должна служить, как соотносятся доходы людей, и доходы, соответственно, знати, и количество рыцарей, которые они должны выставлять в королевское войско, сколько должны служить рыцарей, и, что важно, сколько нужно платить рыцарям, рыцарям разных рангов, больше того, дальше, соответственно, арбалетчикам, пикинерам, копейщикам и иным пешим воинам за каждый день сверх той службы, которой они обязаны короне. Документ, на самом деле, очень важный. Начиная с того же 1938 года проходит ряд реформ податного обложения, о которых я подробнее расскажу в соответствующем эпизоде лекции. Реформа Рихидуров. Как, собственно, известно, одним из основных институтов политической сферы Костильского королевства были кортесы. Собрание представителей всех страт королевства, если избегать слова сословия, или всех сословий, если не избегать. То есть это собрание, в которых собирались и зачастую собирались вместе представители рыцарства разных рангов, представители духовенства и представители концехос городских территориальных общин. От концехос приезжали, повторюсь, представители, которые назывались прокурадоры. Они уже встречались нам в прошлом эпизоде нашей беседы, а управлялись сами концехос у себя на местах, людьми в ранге алькальдов. Алькальды были выборными лицами и выбирались они, как правило, внутри концехос или назначались сеньорами этих городов. Вовсе не обязательно королем, как мы все понимаем. И, собственно, Альфонсо XI вводит институт так называемых рехидоров. Вот рехир, править. Рехидор – это управитель, это назначаемые лица, которые контролировали те или иные управленческие функции на местах. Достаточно широкий спектр, как правило, полномочий был у рехидоров, но их принципиально важное отличие от, скажем, алькальдов, они назначались королем. Это королевские люди, такой прообраз, прообраз чиновников, да, короля. Соответственно, наконец, надо сказать и про реформу правовой сферы. Альфонсо XI был всегда предельно озабочен над правлением правосудия, не зря он получил титул Альфонсо Эль-Хуститхиэро, справедливый. Он очень много сделал для, собственно, права Кастилии, да, но я сейчас адресуюсь к знаменитому уложению Валькала Деянарес 1348 года, которое некоторые современные исследователи, например, Санчес Арсилья, профессор истории права Комплотанского университета Мадрида, называют даже первой Конституцией Кастилии или первой Испанской Конституцией, да. Почему такое наименование? В этом уложении Альфонсо XI впервые в истории Кастильской монархии и шире в истории Испанской монархии выстраивает иерархию источников права, определяя, что сначала люди должны судиться прежде всего, да, по законам этой нашей книги, говорит он, то есть вот этого уложения, если в законах этой нашей книги будут лакуны, то можно адресоваться и следует адресоваться к местным поселенным хартиям и фуэро, если же не будет нужных норм в местных фуэро, то тогда следует адресоваться к семи партийам, то есть к знаменитому своду, созданному в правлении Альфонса X, отцовую вас к тому известному уже вам материалу. Давайте перейдем от реформ к, условно, от внутренней политики, да, давайте заберем в кавычки, к внешней политике Альфонса XI, опять-таки заберем в кавычки внутреннюю и внешнюю, от реформ к военным успехам или неудачам. Здесь все начинается с 1332 года, когда по вине коменданта крепости Гебраутер Кастильского Кастильцы теряют эту крепость. Это становится очень сильным ударом для Альфонса XI и он, собственно, целью остатка своего правления поставит вернуть Гебраутер под контроль Кастильи, забегая вперед, скажем, это ему не удастся. Но удастся многое другое. Ему противостоят так называемые берберы мариниды, морские берберы, контролирующие Северную Африку. В 1340 году Альфонс XI разбивает войско маринидов в битве на реке Саладо. Сокрушительный разгром, который в военной и в военно-политической истории Испании очень часто сопоставляется со знаменитой битвой Прилас-Нава с Деталоса 1212 года по своему масштабу и по своим последствиям. Получив это поражение, мариниды уже оказались не способны организовать какое-то серьезное сопротивление. то есть как они остались очень серьезными противниками, но их мощь была надломлена этим ударом. В 1343 за этим последовала тактическая, важная, но тактическая победа на реке Пальмонес и трехлетняя осада Альхесираса. Альхесирас был взят в 1344 году после продолжительной осады с суши и с моря после ряда сражений, но наконец Альхесирас был взят и перешел в руки кастильцев. Учитывая, что в руках кастильцев уже давно находилось Атлантическое побережье Испании, Южно-Атлантическое побережье, разумеется, фактически кастильцы получили свободный проход из Средиземного моря в океан и обратно. Это было завершение знаменитой битвы за пролив Баталья Де Стречо по-испански. Наконец, в 1349 году Альфонсо XI на пике своей славы, на пике своих возможностей он приступает к осаде крепости Гибралтер, забегая вперед, скажем, что он ее не возьмет. Он бы ее взял, он бы ее несомненно взял, но иногда приходится некоторым врагам уступать. в 1350 году в Кастилью приходит знаменитая черная смерть, эпидемия бубонной чумы, и король становится одной из первых их жертв. Осад Гибралтера был снят, и Гибралтер еще надолго остался в руках арабов. Если посмотреть на внешнюю политику, на европейскую политику Альфонса XI, помимо, собственно, войн с арабами, то, разумеется, мы упремся в Столетнюю войну, в конфликт между Францией и Англией, шедший в 1337-1453 годах. Альфонс XI держит очень мудрый нейтралитет. Его наследники нейтралитета уже не сдержат, и Кастилья ввяжется в войну на стороне Англии поначалу. Но об этом мы еще поговорим потом. Сейчас давайте посмотрим, что делает Альфонс XI. Он, повторюсь, держит очень мудрый нейтралитет, не поддерживая ни одних, ни других. Но при этом пользуется запретом англичан продавать шерсть во Фландрию. Кастильские торговцы шерстью, производители шерсти, начинают поставлять свой товар в промышленных масштабах на фламандский рынок, прежде всего собственно Брюссель, конечно. В Брюсселе формируется испанская колония, и когда сильно забегая вперед, мы будем говорить про старших Габсбургов, про начало нидерландской войны за независимость. Мы там будем говорить о том, что южные Нидерланды были экономически ориентированы на испанский рынок, в то время северный на английский. Так вот, вот здесь мы видим основания этой зависимости, вот здесь они закладываются, эти основания. И, наконец, внешней политике, завершая разговор, давайте перейдем к бракам и детям Альфонса XI. Здесь своя история. Я напомню, он женат на своей двоюродной сестре Марии Португальской, она на слайде в таком черном одеянии, вы видите ее. Соответственно, от этого брака двое детей. Старший ребенок умирает, не дожив до года, младший это Педро, сын Педро, будущий король Педро, первый герой следующей лекции, заслуживший прозвище у врагов жестокий, у друзей справедливый. И параллельно Альфонсо XI влюбляет, Альфонсо XI, извините, оговорился, влюбляется. Он заводит внебрачную связь с Элеонорой де Гусман, происходящей из одного из самых знатных родов Кастильской знати, из Гусманов, южный род. Красавица, она, красавица, умница, редкого ума была женщина, она становится де-факто спутницей жизни Альфонсо XI, он никогда не будет разводиться со своей женой. Но цифры, простите, говорят сами за себя. От брака с Марией Португальской, у него, я говорю, считайте, один сын, от сожительства с Элеонорой де Гусман, десять детей, в том числе Энрике, который станет будущим королем Энрике II. Собственно, вот здесь закладывается в этом безобразии учененного Альфонса XI, извините, в этом адюльтере закладывается основа будущей гражданской войны, которая будет трясти королевство на протяжении нескольких лет. Собственно, завершая, мы начинали говорить об Альфонсе XI с генеалогического древа, давайте закончим им же. Обратите, пожалуйста, внимание, сыном, еще раз говорю, сын Альфонса XI и Марии Португальской, это Педро I, у него не будет сыновей. Будут дочери, а сыновей не будет. И это собственно сыграет свою злую роль в его истории. С другой стороны, от брака, который не был кровосмесительным, не брака, а от связи с Леодором и Гусманом, посмотрите, какая прекрасная палитра детей и практически все здоровые, крепкие, просто как на подбор. Вот, но о них мы еще поговорим в следующей лекции. Сейчас же будем переходить к экономической политике Альфонса XI. Спасибо. Спасибо.